В Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева прошло мероприятие, посвященное восхождению на Эльбрус. 4 сентября трое смельчаков верхом на лошадях карачаевской породы покорили высшую точку Европы. Данное восхождение было приурочено к 75-й годовщине победы Великой Отечественной войне. Подробности у Аслана Гирюгова. Как отметили участники восхождения, для данного маршрута лошади карачаевской породы были выбраны неспроста, ведь они лучше всех пород, приспособленных к подобным перегрузкам. Акклиматизацию проходили как наездники, так и скакуны. Кроме этого, подбиралась экипировка. Для лошадей были сделаны особенные подковы, предназначенные для снега и льда. Участниками стали заместитель начальника следственного отдела республики Рамазан Алчаков, учитель школы в Аула Верхняя Мора, Абрек Эдиев и уроженец села Барановка Иван Кулага. В дальних переходах я участвовал, именно высота. Первый раз на такой высоте, больше трех тысяч я никогда не был. Так, ну, запомнилось на всю жизнь. Очень команда у нас была слаженная. Лошади чувствовали себя великолепно. В принципе, мы все прошли дружно, бок о бок, с лошадьми и с друзьями нашими. Участникам восхождения вручили грамоты и благодарственные письма, а также подарки от администрации Карачаевской и общественных организаций. Восхождение приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как было отмечено, Эльбрус – своенравная гора, и покорить ее с первого раза не удавалось многим опытам альпинистам. Еще раз они убедили, доказали всему миру, что есть такая уникальная, единственная в своем роде порода лошадей, имя которому Карачаевская. Когда есть фотографии, и когда ты видишь, то ты понимаешь величие подвига. Это по-настоящему, это не статистика, что поднялись на гору, Эльбрус и так далее. Нет. Эльбрус, причем, своенравная вершина, она не всех принимает. О сложности данного воссхождения лучше всего могут рассказать профессиональные жокеи, одним из которых является Морзобек Капышев. Он, как никто другой, понимает, насколько сложно преодолевается подобный маршрут. Надо коня с детства готовить, работать, чтобы он был физически одаренный, и там постоянно ездить на нем, чтобы лошадь была наработанной. И человек должен быть умелым, смелым, чтобы по скалам, где, как правильно вести коня, чтобы все знали. Завершилось мероприятие возложением цветов на площади города Карачаевска, после чего участники восхождения рассказали о планах на будущее, и стоит ли туристам пытаться покорить высшую точку Европы. Мы действительно много чего планируем, пока, в том числе с лошадьми, в первую очередь, конечно же, мы планируем много мероприятий. Да, мы действительно приобрели огромный опыт. Гора Эльбрус, она непростая, она нам преподала несколько уроков, которые мы запомним на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, это опасно и не стоит именно туризмом заниматься туда, на Ларконном. Лично мое мнение. А все остальное, вот где акклиматизацию мы проходили, там без проблем можно туризмом заниматься, а именно на это просто не стоит. Спасибо. Присоединяюсь. У нас еще много плана, но заранее ничего не можем обещать. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевск.